Прайм тайм, нет, прайм тайм это где-то около 150. Да, если брать условно пятницу вечер, во-первых, ее никто не отдаст. В Эмиратах 2,2 миллиона человек, это аудитория, которая в принципе знакома уже с хоккеем, потенциально яд. Нет силовых приемов в лиге. Даже в Эйшел, да? Да, за это удаляют. После силовых приемов обычно идет драка, за драки сразу 5,20 дают. У нас одна игра была, у нас 4 или 5 человек ушли в раздевалку. Драки. Детская академия год 10 месяцев стоит 12-500 тысяч дирхам, это где-то 300 тысяч рублей, это 10 месяцев. Да, я считаю это вообще разумные деньги, если даже сравнивать с каким-то теннисом, с падлом, это намного... Опять же, аренда льда гораздо дороже, чем аренда футбольная. Ценник у нас вполне разумный. Ну что, всем привет, с вами Хоккейстик. Непривычная атмосфера на улице, очень жарко, как вы видите, солнечно, у меня песок, потому что я нахожусь в Дубае. И в этом видео я постараюсь вам тезисно рассказать про все основные моменты о местном хоккее. Детский хоккей, любительский хоккей, чемпионаты, открытия, кстати, медийной хоккейной лиги и все-все-все, что с этим связано с местным хоккеем. Приятного вам просмотра, поехали! Помимо того, что я хочу познакомиться с местным хоккеем, узнать, как он живет еще, здесь я провожу свой мастер-класс, который длится 4 дня. И позанимаюсь с маленькими хоккеистами и с хоккеистами-любителями при поддержке Хоккейной Академии Гэлакси. У меня за спиной стадион, мы находимся в Мердифи. Здесь, собственно говоря, находится тренировочная база Гэлакси Хоккей Академия. Либо, простыми словами, Хоккейной Академии Гэлакси. Пойдемте, покажу вам комплекс. Давайте проведу вам небольшую экскурсию по торговому центру. Ну, если быть точнее, это спортивный центр, который состоит из трех этажей. В самом его центре, на первом этаже, непосредственно ледовая площадка. Вот она. Ледовая площадка канадского размера, 56 на 26, плюс-минус, может быть, там пару метров. У меня за спиной функциональный центр Гэлакси. Мы в него зайдем чуть позже. Как я и говорил, центр преимущественно спортивный. Что здесь есть? Вот, например, напротив меня, на третьем этаже, раз, первая Академия по катанию. Не буду врать, по какому катанию, катание на коньках или что-то другое, но так или иначе, связанное со спортом. Возможно, катание. Здесь у нас есть поликлиники, пожалуйста. Что-то связанное с баскетболом. Что-то связанное с баскетболом и с другими, кстати, игровыми видами спорта, потому что на четвертом этаже этого комплекса находится футбольная площадка «Теннис на корт». Также у меня за спиной женский фитнес-клуб, куда могут заходить только женщины. Ну, вообще, мне здесь в маске немножко сложновато. Здесь меня в центре разрешили снимать, но выйти за пределы центра могут быть проблемы. Вот, что здесь еще? Спортивный кибертрек, что-то типа картингов. Там на первом этаже, сейчас я вам переверну, но потом поближе подойдем. Вон там зона киберспорта. Там установлены большие экраны и играют в спортивные игры. Повторюсь, киберспорт. Он сейчас активно развивается. Пинбол, лазер, так тоже все здесь есть. Вот он на той стороне. Таким образом, получается такой мультиспортивный центр с множеством различных видов спорта. На первом этаже преимущественно спортивные магазины. Кроссовки, одежда, все, что связанное со спортом. Но хоккейной экипировки там нет. Еще один интересный факт, который я подметил. А именно это любовь арабов ко льду. Да, в самом Дубае ледовых катков не так много, их всего три. Но каждое утро я здесь проводил, когда свой кемп. После нас приезжали школьные автобусы. И дети, школьники выходят на лед и катаются. Вот сейчас как раз у них идет занятие. Как вы видите, дети поделены на три группы. Надевают манишки, шлема. И, в общем-то, вот катаются. С ними катаются инструкторы, которые за всем этим следят. Вообще, в целом, сеансы массового катания здесь крайне популярны. Вот, например, по вечерам, если прийти на сеанс массового катания, либо здесь, на катке в Мердифе, либо в Дубай-Моле, поверьте, яблоку негде упасть. Что-что, а арабы кататься на коньках очень сильно любят. Возможно, очень сильно скоро полюбят их. Они уже любят хоккей, но скоро полюбят его в 10 раз сильнее. Какая-то игра, которая напоминает морская фигура «Замри». Тренер дает сигнал, и дети должны замереть. Слушайте, ну много детишек. Детей, наверное, так на вскидку 50 сейчас катаются. Вон они. Сейчас они замерли. Давайте сразу узнаем всю основную информацию по инфраструктуре. Вообще, в принципе, в Дубае. Но мне в этом, конечно же, поможет знающий человек. Человек, который здесь прожил уже 7 лет. Роман. Рома, привет. Меня зовут Рома. В Академии занимаюсь практически всем, грубо говоря, операционкой. Ну да, пока что, пока команда не сильно большая, начинаем. Поэтому просто занимаюсь всем, можно сказать. Нормально. Короче, универсал. Пойдем, пройдемся по первому этажу, ну и заодно порасспрашиваю тебя про инфраструктуру и про условия. Так, мы находимся сейчас в Мердиве. Мердив или Мердив? Честно, не уверен. На самом деле, как это правильно произносится, это название района в любом случае. Торговый центр сам называется «Спортсосайти Мол». Вот тут на стенах написано, чтобы понятно было. Окей, это ваша тренировочная база. Да. Это база Академии Галакси. Да. Стандартный лед, да, 56 на 26, да, примерно где-то. Сколько всего у нас катков в Дубае? Три, верно? В Дубае три. Вот этот в Дубаймоле. Дубаймол. И Альнастр Лежерленд еще есть такая вещь, называется древняя, 79-го года постройки. Там все грустно. Но люди почему-то там катаются до сих пор. Ну, это вот, собственно говоря, каток, который уже показывали мои коллеги. Там, где трещины уже во льду, там, где какие-то безумные доисторические скамейки. Там, где с крыши капает, там, где грызуны бегают без преувеличения. Недавно, ну, последний раз, когда я там был, встречал. Вот, короче, сюда мы не поедем. Сколько лет этому катку? Года три, если не ошибаюсь. Молодой, молодой, ну, то есть относительно недавно появился. Окей, три катка. Здесь занимаются хоккеем. Да. Занимаются фигурным катанием, да, я видел? Здесь целых две академии по фигурке. Ух ты, ничего себе. И сеансы массового катания. Да. В общем-то. В Дубай-моле там все то же самое? В Дубай-моле академии практически не делают. Там еще один раз в неделю катается академия, которая в основном занимается в Альнастре, в старом катке. Вот, они один раз в неделю у нас-то тоже катаются. Там тоже есть массовое катание, естественно, очень популярное. И фигуристы, я там, кажется, тоже видел пару раз. Но они там не базируются, возможно, они там приходят на массовое покататься. А здесь две академии прям базируются. Один островок мы прошли, и у другой академии здесь есть тоже как офис. На третьем этаже там, да? Да, на третьем этаже с зеркалом, со всем этим делом. На первой школе кататься. Ну, да, да, да. Это было фигурно катание. Три катка. А сколько, слушай, населения Дубая? Не помнишь? 10 миллионов – это Эмираты. 10 или 11. В общем, мы считали, когда делали презентацию, что в Эмиратах 2,2 миллиона человек – это аудитория, которая, в принципе, знакома уже с хоккеем, потенциально я. То есть люди там с России, с Белоруссии, с Канады, с Америки, там, где хоккей уже популярен. 2,2 миллиона, как бы. Да? Маски не позволяют. Мы уже говорили с ним, мы отправили все эмиры, это нормально. Это будет позволено. Что? Да, с Ромалой. Вы можете поговорить с Ромалой. Вот моя стандартная проблема с маской. А тут мне вдвойне страшнее. Да, потому что Эмираты все сильно делают мозги из-за этого. Да. Так, окей. Хоккейных академий в Дубае? Две. Две. Есть Galaxy. Да. Есть Sandstorms, они как раз таки в основном занимаются в Альнасре. Ага. Вот. Там, опять же, то есть я не говорю ничего про них плохого. Это просто другой, как сказать, другой уровень, что ли. То есть там нет тренеров в профессиональности сертифицированных, там большинство это родители, которые умеют в хоккей играть. Кто-то из них умеет, кто-то из них так себе. Просто показывают, чему научились. Ну, да. Поправь меня, вот за эти несколько дней, мне сказали, что вы единственная академия, которая работает с детьми. Точнее, даже по-другому, которой удалось начать работать с детьми. Все остальное здесь, по крайней мере, локально в Дубае. Есть еще там два места, не помню, как это называется. Это хоккеисты-любители. Да. Ну, опять же, с детьми, с Тен Сторонс, она академия постарше. Вот, она уже была, но она уже была. Но, опять же, они особо не сертифицированные, не лицензированные. То есть у них любители занимаются этим, учат детей своих. В принципе, я что заметил, менталитет наших, вот приезжих с СНГ, он больше такой, что люди хотят тренироваться, становиться лучше, лучше, лучше. Им прям нужны тренировки. Кто-то говорит даже, Ром, я не буду участвовать в сезоне, я хочу год просто потренироваться. Вот. А большинство западных наших партнеров, вот, они, вот для них хоккей просто как посидеть перед телевизором. они приходят, общаются с друзьями, после этого, там, пьют всякие изотоники, скажем так. Напиточки, да. Да. И все, едут домой. И им особо ничего больше не надо. Вот они как раз катаются в Альнастре до сих пор почему-то. И вот все. Ну, в общем, не хотят развиваться, а просто, просто для этого. Да, они просто получают это удовольствие, да. Ну, Владимир, с основной информацией мы разобрались. Да, скорее, да. Ну что, раз ты занимаешься здесь всем, что связано с операционной деятельностью, давай показывай нам вашу функциональную зону. Пошли? Покажу. Пойдем, да. Буквально пару слов, три льда. Поправь мне, это будет первая зона с искусственным льдом. Это будет первый профессиональный хоккейный тренировочный центр на Среднем Востоке вообще. Вот так вот. Пока, да, еще идет этап стройки. Заключительный, можно сказать, уже. Осталось положить там резинку, пластик, сделать пару штук на стене и все. Ну, и, собственно говоря, самый основной лед. Ну, пластик, да, о чем я и говорю. А, в общем. Фактический лед. Да. Какой у нас здесь план? У нас здесь будет 80... Пойдем чуть-чуть. Пойдем. Да. У нас здесь по плану 80 метров квадратных льда искусственного, поделенного на три бросковые зоны сеткой, которую можно убрать и, собственно, сделать всю эту зону одной. У нас здесь будет небольшой спортзальчик хоккейный, то есть не с упором на тренажеры тяжелые, а с упором на какие-то хоккейные упражнения. Ну, с собственным весом, да, там больше. Да, с собственный вес, тяжелые мячики, вот такие вот штуки. Разминочная зона мы ее называем. В том числе, чтобы до нас не докапывали, что почему у вас спортзал, у вас нет лицензии на спортзал, на качалку именно. Очень быть надо внимательным. Да, то есть, естественно, мы это назвали, поэтому разминочной зоной это можно. То есть, вот такие моменты, много моментов есть. Дальше у нас здесь идет, получается, телевизор. Поставим пуфики, поставим всякие стульчики, будем делать видео просмотры матчей, будем делать, преподавать теорию детям и взрослым, преподавать. И играть на приставке, конечно же, тоже будем обязательно. Слушай, кстати, киберспорт. Принимаете его внимание? У нас в лиге будут матчи в том числе на Xbox или последствия. На Xbox, скорее всего, 3 на 3 по правилам Emirates. Emirates, говорю, и Esports, хоккей, и что-то такое. Речь про медийных. Да, речь про нее. Речь про нее пока что. У нас даже расписания нет, потому что сейчас разбираемся с основным. Там матчей будет немного, делаем это в тестовом режиме, чтобы, в общем, не стремимся за количеством, стремимся за качеством. Поэтому, да, делаем в тестовом режиме этот год. Если пойдет хорошо, а пойти должно хорошо, потому что люди уже хотят играть, то будет нормально. Также это как бы встроено в турнирную сетку. За это также получают команды очки. Чуть меньше, но получают. Вот, да, играют, получается, 3 на 3 на поле из ботов только вратари. Все остальные уже управляемые, собственно, да, игроки. Собственно говоря, братья, Влад Юров, привет. Уже много про вас слышали, про Академию Galaxy. Но буквально вот в двух словах, сколько на сегодняшний день уже работает Академия, какие направления и так далее. Да, в двух словах, открылись мы 2 года назад, 1 сентября 2022 года. На первой тренировке у нас было 7 детей. Сейчас у нас в данный момент около 200 детей, 38 национальностей. Плюс-минус там, я не знаю, 200-210 детей в Академии зарегистрированных, 38 разных национальностей. Что у нас такого интересного? С 4 лет до 18 разные возраста, к сожалению, пока не как в Москве, там, допустим, 1010, 1011, 1012, все раздельности. У нас такие группы есть, Ю-18, Ю-15, Ю-12, Ю-9, 4 таких, да, 4 группы. Очень сильный тренерский штаб у нас подобрался, тренера с Белоруссии, с России, с Швеции. Реально, если посмотреть тренировки, уровень именно тренерского, очень хорошее качество. Главный тренер Артем Сенькевич поиграл много где, поработал много где. Мы очень довольны, счастливы, что он сейчас с нами. И представляет лицо нашей Академии. Это прям большой успех для нас. Да, также Денис Новожилов из Москвы, который выступал на Рэдбуле. Вот этот скоростной спуск на коньках, он выигрывал там соревнования, тоже известный в своем роде. Тоже очень классный тренер со Швецией у нас. Самир. Хороший тренер. Из одной из сильнейших Академии детской Швеции, Самир. Ну, окей, тогда получается, сколько на сегодняшний день тренеров работает в Академии? Вообще у нас вот, у нас 7 тренеров, но мы выделяем трое, потому что они на каждой тренировке, они готовят план, они все. Ну, как главные тренера. Да, как главные тренера, да. А также у нас есть еще помощники. У нас помогают нам ребята, которые в нашей профессиональной команде на контрактах. Это братья Шаповаленко, Серега и Вова. Так, у нас 7 тренеров, но главных 3. И 4 помощника. Вратарских тренеров у нас, кстати, в Словакии один, вот, тоже Академ приехал играть в профессиональную команду, играл в нефтехимики, вот, они работают по вратарям. Да, вратарская тренерская, так сказать, бригада у нас очень сильная, да, вот, и в Словакии Дениско, он работал сейчас в Словакии в экстралигии тренером по вратарям, сейчас у нас он. 200 детей. Плюс-минус, да. Ну, плюс-минус. Да, всегда варьирует, что кто-то уйдет, то кто-то придет, да. Это нормально. Да. А хоккеистов-любителей? Ой, примерно активных на данный момент 400-500 человек. Ну, если в целом братья. Да. Если прям вот наши, прям вот наши, 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 ну, вот, сейчас, может, про лигу 30 секунды, что мы запустили собственный проект Galaxy Hockey League, 16 команд у нас в этом году из 8 разных стран. Ну, чтобы брать вот в Дубае, там, некоторые еще где-то играют, я вот сказал 500, а так, чтобы наши, 250-300 любителей, как прям у нас, которые в чате активные, да, 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 да. А, нет, нет, в Galaxy поменьше. Это кто вот там, кто-то в лиге играет, кто-то просто на игры двух сторон ходит 300, кто вот в Академию тренировок, я думаю, любители, чтобы не соврать, это 100-150, что прям суперактивных, там, не каждый день на связи вот это вот, а так больше, конечно. Ну, окей, ну, вопрос, который заинтересует абсолютно всех, кто решит прийти к вам заниматься. Сколько стоит взрослый хоккей, сколько стоит любительский хоккей? Хотя бы так, не обязательно прям точные цены, понятно, есть наверняка разные виды, количество занятий, ну, так и средний цены. Все в открытом доступе, если брать любительский хоккей, тренировка у нас с тренером стоит 150 дирхам, это на российские рубли где-то 3,5 тысячи, это тренировка в группе игровая, двусторонка обычно на 100 дирхам, это 2,5 тысячи рублей, то есть вот... Человека. Да, человек, они платят 100 дирхам, они играют сейчас 15 в хоккей, то же самое, что в России. Ценник немного побольше, но аренда льда у нас, соответственно, тоже повыше. Детская академия год, 10 месяцев, стоит 12-500 тысяч дирхам, это где-то 300 тысяч рублей, это 10 месяцев. Да, я считаю, это вообще разумные деньги, если даже сравнивать с каким-то теннисом, с падлом, это намного... Да, да. Опять же, аренда льда гораздо дороже, чем аренда футбольных. Ценник у нас вполне разумный, мы чуть меняем тенденцию, то есть с помощью, что привлекаются новые спонсоры, для игроков вход в участие в лигу становится абсолютно бесплатным, такого никогда не было еще в истории хоккея, тут сейчас начинается интерес побольше, вот раньше всегда каждый скидывал там около... Да, да, да. Ситуация лига у нас где-то в среднем 2,5 тысяч дирхам, это порядка 70 тысяч рублей с игрока. 10 тысяч рублей с игрока, но да, сейчас тенденция меняется, больше становится спонсорская история, и для больше половины команд уже вход бесплатно. Да. Мы стремимся к этому, потому что даем где-то уже и компаниям самим хочется как-то пропиариться, вот уже есть хорошие примеры, где внутри лиги сделки осуществляются, там у нас есть автомобильный салон, уже две машины продали с помощью лиги, можно сказать, вот здесь на завтраках, поэтому они окупают этот взнос там одной продажей, им это тоже выгодно. Так, окей, дети, если на рубли, это 300 тысяч? 300 тысяч 10 месяцев, да, где-то так, плюс-минус, да. Это сентябрь-июнь. Это что... Кстати, по июнь занимаются. По июнь. Тут немного разное с российским образованием, у нас все в конце мая заканчивается, тут все заканчивается последний месяц, последний день июня, то есть в июле, до июля все включительно работает, школы и все спортивные, так сказать, учреждения. Окей, и взрослые, чтобы подвести этот средний чек? Давайте скажем 2 500 рублей тренировка. Да, то есть абонементов у них... Как таковых нет, вот абонемент здесь в лигу, взнос это 75 тысяч рублей, но опять же, он сейчас не каждый платит его, потому что для половины за бесплатно. А так тренировка, да, 2 500-3 тысячи, в среднем 2 750 где-то плюс-минус поиграть в хоккей в Дубае. Ну все понятно, захотел, пришел, поиграл, заплатил. Да, у нас, кстати, крутой сервис появился, мы закупили много комплектов формы, и даже те, кто нету формы, ничего, вот просто в шортах пришел, захотел в хоккей поиграть, он может прийти, аренда формы у нас стоит 100 дирхам, это 2 200 рублей, мы ему всю форму даем, он играет. 5 тысяч стоит тренировка плюс формы, мы развиваем направление бизнес-хоккей абсолютно с нуля, вот очень много людей, у нас 10 комплектов, то есть 10 человек, мы можем за одну тренировку одеть. Вот сейчас нам очень крупный банк пришел, не буду назвать имя, очень крутой, один из самых лучших в мире, и попросили коллеги там, кто, говорят, устаем целый день за компьютером сидеть, хотим что-то развиваться, мы вообще ничего про хоккей не знаем, формы у нас нет. Все, пожалуйста, 10 человек сейчас спокойно тренируется, выкупили лед, форма, все есть, все, всем нравится. Как бы вот пример хороший просто. Рассказываю, Дубай не отстает, и в этом сезоне они тоже открыли свою медийную хоккейную лигу, где я сейчас как раз и нахожусь. Это матч-открытие, где играет команда Galaxy Warrior, хозяева, назовем их так. Сейчас здесь ребята разминаются, и совсем скоро начнется матч-открытие. Я даже принял участие в открытии, сказал пару приятных слов. Судейский корпус. Сложно судить медийную хоккейную лигу эту? Тяжеловато, но в принципе все дается потихоньку, первая игра сейчас будет. Сейчас посмотрим уровень игры, как покажет себя Ромка любимым. А, ну это мы посмотрим. Эмоций много? Эмоций, да, должно быть много. Самое популярное удаление. Самая шутка. Подножка. Все, понял, хорошие игры. Все, спасибо. Все, погнал. Буду не мешать. Сегодня буду к победе вас вести. А куда мы без тебя? Только ты. Да? Специально привезли. Да? Ну, давайте. Мы в белых шортах забивающие один гол за два считают. А, да ладно. Ничего себе. А если красные шорты у любимого, вот? Там оно не возможно. Как тебе в целом? Как тебе каток? Каток хороший. Я видел страшный каток у ребят. Ну, да. Здесь хороший. Здесь хороший. Самый лучший. Здесь хороший каток. Лед обычно хороший, но массовое катание только что было. Подушатал немножко. Не-не, надышали. Я думал, что второй-третий период будет нормально. Сейчас подзажали. Скамейка-то у нас подлиннее, чем у команды противника. За счет темпа должны брать. Три периода по 20? По 15. Чистого? Грязного. Понял. Буду знать. Белые шорты. В общем, про белые шорты почему решили сделать, чтобы любители, вот эти вот медиа-игроки были не обузы для команды, а возможности, чтобы можно было просто в них как-нибудь бросить, чтобы от них рикошетнуло и было два гола. Ну, бонус. Да, это и бонус, это им, эмоции дополнительные, и медиа дополнительные для нас. Вот это вот все дело. Слушай, сразу вопрос. Ограничено количество медиа-игроков в команде? Количество максимальное нет, минимальное – да. У нас на льду должен быть один минимум всегда. Все, понял. А теперь вопросов нет. Теперь вопросов нет. Вроде бы. Да. Второй год на льду. Какие-то успехи делаем впереди. И еще много-много всего интересного. Красавец. А из России ты откуда? Из России, из Москвы, из Подмосковья. А давно занимаешься любительским хоккеем? Второй год. Начал здесь заниматься. То есть ты здесь начал заниматься? Да. А в Москве вообще часто бываешь? Там играл в хоккей? Вот когда сейчас летом приезжал, играл-играл в Академике Спартака, играл на этой, как ее, Арена Север с трактором. Так что тренируемся. Стараемся. Отметил ли для себя за эти два года особенность именно любительского хоккея в Дубае, в отличие от Москвы? Мне кажется, здесь этого всего поменьше. И все-таки не стоит сравнивать российский хоккей или там североамериканский хоккей с тем, что происходит в Дубае. В Дубае тем не менее очень большое комьюнити. Но уровень, уровень все-таки здесь немножко похуже. Но мы делаем все возможное. Делаем с Galaxy Academy, с Федерацией хоккея в Арабских Эмиратах. Делаем, поднимаем хоккей здесь и надеемся, что он будет только улучшаться и усовершенствоваться. Но в целом любой желающий может без проблем начать заниматься хоккейом. Абсолютно. Я хороший пример. У меня дети занимались. У меня два ребенка занимаются хоккеем. Одному 9, другому 16. Я смотрел на них, все время болел, как говорится, за Акбарс. Приехал сюда, нашел время, стал заниматься. Вот, как говорится, вот результат, вот какой-то прогресс. Любое. У нас в этом году много начинающих, много кто только-столько встает на лед. Я вспоминаю себя год назад. Так что любой, приходите, приезжайте в Дубай, занимайтесь. Есть форма, есть абсолютно все. Главное, чтобы было желание. И вот заключительный вопрос тоже про экипировку. Купить хоккейную экипировку в Дубае – большая проблема? Нет. Нет. Как я говорю, мы развиваем здесь хоккей, мы улучшаем эту всю инфраструктуру. Поэтому на текущий момент есть несколько хоккейных магазинов здесь, где можно все приобрести. Желающие могут съездить в Абу-Даби. Также очень широко и хорошо развита доставка. Мы в Академии всем помогаем. Есть форма, говорю, для начинающих, чтобы пришли, мы им просто дадим, они попробуют. Все без проблем. Ром, можно сразу прямой вопрос задам? Как ты здесь оказался? На шмолете прилетел. Ну, хоккей в Дубае – это так в диковинку. Хоккей в Дубае есть. Я в Ютубе, ну, в разных соцсетях давно видел. Сюда многие ребята прилетали, вот и блогеры. Снимали репортажи. В интернете я уже был знаком с братьями Ломакинами. Общался, поддерживал связь. В этом году наступил такой период, что все чемпионаты уже начались. Я был все еще без команды, без контракта. И решил, что все, нечего ждать, сидеть. Написал ребятам, спросил, когда дозаявка заканчивается и нужен ли вам такой урок, как я. Хоккеист. Да, они сказали, что супер, было бы очень круто, нам очень поможешь. И для развития, и для огласки, и для популяризации хоккея здесь. Я приехал, вот начали работать, играть. Расскажи, пожалуйста, тут вот многие ребята здесь работают и играют в хоккей. Как это лично у тебя? Ты сюда переехал на весь хоккейный сезон, либо ты здесь наездами, скажем так? У меня договор до конца сезона, то есть я посещаю все игры и Emirates Хоккей Лиг. Сейчас вот запустилась медиа лига, вчера была игра. Вот, как еще сказать? То есть ты здесь в течение хоккейного сезона больше участия проводишь? Да, да. Ты здесь живешь? Все, вся основа у меня это хоккей, хоккейная история вся. Окей. Режим здесь как-то отличается, я думаю, в плане тренировок? Тренировочный режим? Отличается, здесь не так много времени на льду есть на тренировке. Но перед играми мы всегда катаемся, готовимся. То есть 2-3 дня тренируемся, день выходной. Такие как микроциклы. Все, работаем. Прошлый сезон ты выступал во Франции, правильно? Я же ничего не путаю. Все верно. Если сравнить хоккей во Франции и хоккей здесь в ОАЭ, есть ли разница большая? Я просто не то, не то. То хоккей в Дубае я только сейчас видел, вчера первый матч. А ты видел много лиг. Разница есть, разница, скажу так, колоссальная. Потому что во Франции, я уже в каком-то интервью говорил, уровень примерно середина высшей лиги. Может быть, какие-то команды могли бы претендовать за борьбу на первые места в вышке. Но средний уровень примерно середина вышки во Франции. Здесь, во-первых, правила отличаются. Здесь нет силовых приемов в лиге. Даже в ИЛЧЛ, да? Да, за это удаляют. После силовых приемов обычно идет драка. За драки сразу 5,20 дают. У нас одна игра была. У нас 4 или 5 человек ушли в раздевалку за драки. Но эмоции кипят, страсти кипят. Уровень игроков очень разный в лиге. Есть те, кто такие преуспевающие любители. Есть ребята, кто прошли спортшколу, поиграли в МХЛ, дальше не получилось что-то. Но и есть игроки. Я, например, приехал. Я знаю, здесь в лиге Илья Зубов играл. Не, не говорят, что она развивается. И самое главное, приходят, приезжают такие игроки, кто и поиграли. И они тем самым тоже поднимают уровень. А другие команды смотрят, что они того привезли, давай мы другого привезем, чтобы была такая конкуренция. Я думаю, это такой правильный путь. Потому что в любой конкуренции все начинают расти, развиваться. И конкуренция просто заставляет тебя двигаться вперед и становиться лучше. Задам вопрос. Хочешь, не отвечай. Хочешь, отвечай. Но это очень интересно. Хотя бы вилку назови. Что здесь по заработной плате для хоккеистов? От полутора, нет, наверное, тысячи долларов до двух с половиной. То есть в этом плане здесь игроков, кто приезжает именно играть в хоккей, не закидывают деньгами, не осыпают. Здесь пока только начинает появляться момент, когда привлекают хоккеистов, привлекают за счет того, что приезжают именитые хоккеисты, каких-то спонсоров, людей, кто готов инвестировать в это и, так сказать, ввести какую-то команду по финансам. Дубай – это дорого. Я тут помню кофе попил за 2000 рублей. Тогда, соответственно, по заработной плате плюс-минус понятно. А условия проживания? Ну, помимо заработной платы предоставляется квартира, машина. В принципе, это такая часть, которая очень большой бюджет под собой подразумевает. Жилье недешевое, аренда машины тоже. Потом игрокам делают вид на жительство, вот это Emirates ID. Тоже такая процедура у меня до сих пор в процессе изготовления. Я так понимаю, не быстро и по стоимости тоже не знаю, но это все. Клуб это все делает и всячески содействует по любым вопросам касаемо быта. То есть в хоккее, понятное дело. И то вот я задал вопрос по перчаткам, мне сказали, заказываю какие надо, все типа будет оплачено. Слушай, ну ладно, раз еще затронули тему быта, ты играл в России, ты играл за океаном, ты поиграл в Европе. Сейчас ты в Оае, вот что здесь для тебя, ну что-то дискомфортное, непривычное, новенькое. А вот непривычно то, что вот где бы я ни играл, в Америке, на Дальнем Востоке, в Магнитке, во Франции, в Москве. После каждого сезона я приезжал, приводил семью в Дубай, чтобы именно после всего сезона в коньках одеть пляжные тапки, выйти на песок. А здесь у меня идет сезон, и вот я использую те же пляжные тапки и хожу по песку. То есть теперь встает вопрос, куда вы поедете в следующий отпуск. Ладно, скорее всего надо какую-то горнолыжку искать или что-то такое. Давайте покажу вам раздевалки. Их здесь всего две, но они есть, об этом немножко позже. Но, собственно говоря, я уже в ней. Раздевалка начинается. Это раковина, зеркало, а я. Шкафчики для хранения вещей. Раз и два. Пойдем дальше. Сразу ребята немного извинились, потому что у них сейчас идет инвентаризация прокатной формы, поэтому здесь маленький бардак. Итак, далее. Вот такие вы видите кабинки. Что в этих кабинках? А в этих кабинках вначале туалет. Собственно говоря, вот он. Это первые кабинки. Ну, ближе к концу здесь непосредственно душевая. Так, свет не работает. Свет не работает, но я думаю, что достаточно хорошо видно. Таким образом у нас получается, сейчас я посчитаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, около шести душевых кабинок и четырех комнат WC. Непосредственно сами места для переодевания. Раздевалка небольшая, раздевалка не маленькая, раздевалка достаточно средняя. То есть команда взрослых, команда взрослых здесь вполне спокойно помещается. Ну, сколько так на вскидку? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один из двенадцать. Ну, да. Человек двадцать поместится. Ну, пятнадцатый точно спокойно. Состав на игру. Окей. Непосредственно само место для переодевания. Все достаточно стандартно. Сегодня я вечером уезжаю в Питер. Полочка для шлема, для перчаток и так далее. Несколько крючочков. Мои вещи. Ну, и для хранения хоккейного венцаря, там, кроссовочки и так далее. Сама скамейка. Все просто и надежно. Вот. Но раздевалка находится на парковке, на минус первом этаже. и здесь особенность этого стадиона в том, что выход на лед осуществляется через лифт. Вот, собственно говоря, и сам этот лифт. Он находится прямо в раздевалке, а точнее в ее конце. здесь небольшой такой предбанник. Здесь хранятся клюшки. Ну, опять же, это клюшки все прокатные, все прокатные клюшки, которые выдают ребятам. Ну, что здесь у нас есть из интересного? Из интересного заряд, болванка какая-то просто черная. Интересно, вот эта клюшка я видел, прокатная. Сейчас я вам ее покажу. Хоккей панда. еще по загибу. Ну, более-менее стандартный. Интересная клюшка. Вот, а так в целом CCM, Bauer, да все как обычно. Ну, кстати, если сейчас пройти сюда, а, ну вот, вот, собственно, раздевалка номер два. Как вы видите, вторая раздевалка полностью идентичная, один в один, и обе раздевалки проходишь, и в конце выходишь на лед. Я еще ни разу не поднимался, так как переодевался в другом месте. Давайте посмотрим на этот выход на лед. ну вот, собственно-то говоря, за спиной у меня лифт. Из лифта выходишь и сразу же выходишь на ледовую арену. Креативненько. Сразу отвечаю на вопрос по качеству льда, так как на улице все-таки достаточно жарко. Не каша ли малаша это? Нет, не каша малаша, вот мы как раз закончили тренировку. Если по пятибалльной шкале, я бы поставил этому льду твердую четверку. Хороший лед, не очень мягкий, но, естественно, и не жесткий. А самое главное, именно здесь, каток в Мирдифе, чтобы я отметил, это в целом комфортная температура. Я не катался в Дубай Моле, я там был, конечно, но не катался на льду. Многие ребята, хоккеисты, жалуются, что там ну очень жарко. Ты еще не начал играть в хоккей, а уже вспотел. Здесь, повторюсь, именно комфортная температура, нахождение. Не очень жарко, не очень холодно, поэтому по температуре за пятерку. А по льду вопросов нет. Единственное, что, к сожалению, на сегодняшний день здесь всего двое хоккейных ворот. Может быть, есть и больше, но я не видел. Вот машина заливает лед. Чтобы я никого не водил в заблуждение, я пока здесь ходил, бродил, там что-то спрашивал, мне сказали, что ценник на лед примерно стоит 60 тысяч рублей, час 15. Тут зависит от времени, мы катаемся по грамм, у нас получается 1300-1500 в зависимости 40-40. Есть время, академия, допустим, у нас, 7-45 вечера, там уже ценник 2200, то есть там мы как раз и 60 тысяч, да. то есть прайм-тайм. Прайм-тайм нет, прайм-тайм это где-то около 150. Да, если брать пятницу вечер, во-первых, ее никто не отдаст, потому что массовое катание приносит в два раза больше. могут отдать за 150-200 тысяч рублей в час. Ценник бешеный. То есть самая минималка это да, 40-45 можно найти, реально, можно найти, это вот прям 8 утра, там 9 утра, условно 10 вечера возможно, 11 вечера, уже более-менее 7-45, это вот уже идет там 60-70 тысяч, а есть вообще прям супер какое-то крутое время, оно уже 150-200, его уже очень тяжело взять, бывали в истории такие случаи, что и такое время брали. Ну это небожители как-то. Ну да, ну даже если какой-то мы турнир делаем, вот мы сейчас турниры делаем, приходится как бы подороже окупать лед, чтобы вот как бы командам сервис такой оказать. Окей, слушайте, еще вопрос, вот за эти 4 дня с командными тренировками все более-менее понятно. Скажите, есть ли здесь индивидуальные тренировки? Это вообще возможно? Вот я с этим как-то здесь не прочувствовал это. Очень много вопросов. Во-первых, вот во время массового, сейчас не массовое катание, сейчас школа катается, но есть массовое катание, это надо очень много бумаг оформлять Федерации Спорт, Зимней Федерации Спорта, потом надо договариваться с Молом, им надо давать половину процентов входа. То есть очень геморрой и не разрешат никогда в жизни надеть форму, шайбы, клюшки, то есть максимум это катание во время массового катания и очень невыгодная, как правило, никто этим не занимается. Потому что каковых подкаток тут нет, надо арендовать хотя бы половину льда? Да, хочешь подкатку, арендуй лед, либо хотя бы половину, вот сами договаривайтесь, мы там половину льда нашего можем отдать под подкатки, и занимайтесь подкатками, а вот так вот невозможно. Ну, короче, один ты не проживешь как тренер, как друг, опять же, у нас в России это разве так. Такого нет, чтобы какой-нибудь... В России в подкатках многие выживают, жируют, ледовые, так сказать, правила своих тренеров. У каждого ледового есть свои тренера, понятное дело, что они там филиппинцы, в основном этот, уровень совершенно другой, но они не хотят, чтобы какая-то конкуренция была, чтобы кто-то влезал. В общем, им достаточно просто учить народ кататься, и все, и поэтому не пускают других. А, ну, то есть, получается, если я приду туда в кассу ледового и скажу, дайте мне тренера, они мне тренеры будут кататься. Да, да, да. Это будет их. Если касса его будет с этим льдом, что сейчас есть, нет возможности проводить подкатки. Пацаны, понятно, одна из главных проблем, это задача, я бы даже так сказал, это набор людей, привлечения как можно больше количества. Но есть ли у вас еще какие-то такие наболевшие темы, что бы хотелось улучшить, что не видно обычному глазу? Может быть, проблема с вратарями, с тренерами, может быть, качество льда? По народу, кстати, по набору хорошая проблема у нас, у нас в Академии в принципе мы уже расширяться не можем, потому что у нас на льду бывает по 40 человек, но качество откровенно страдает, больше уже некуда. Взрослые, да, взрослые еще очень большой потенциал, то есть мы готовы набирать и набирать. Вообще, на протяжении, извиняюсь, что перебил, трех лет, еще и занимаемся, все больше и больше с каждым днем становится понятно, что хоккей это вообще не про бизнес и не про деньги. Единственное, что может позволить хоккей жить и нормально жить, это постоянная поддержка, поддержка государства либо поддержка какого-то спонсора, спонсорская история. Без хорошей спонсорской истории развивать какие-то почти невозможно, потому что это минусовая история. Если говорить о нашей профессиональной команде это 100% минусовая история, потому что это контракты игрокам, это жилье, это машина, это виза. Если Академия, конечно, у нас коммерческая Академия, но все равно, чем у нас больше народу, чем больше приходится вливать. Условно, жалко, что не посмотрели наши Академии, Как тренировки предстоят Допустим, будет следующий вторник На льду, словно 40 человек Нет, я в целом до этого подготовился и я видел Глаза радуются, кажется, ничего себе народ Дубай, хоккей, дети, 45 человек Родители все рады, но ты понимаешь Что в концовке у тебя опять минус То есть даже при наличии столько количества Больше уже некуда, все равно минус Почему минус? Потому что растет народ Приходится брать еще хороших тренеров Растет народ, приходится брать Маркетинг работает, у нас продакшен свой Крутой, спасибо ребятам с фонлайта Что делают такие крутые видео И вот это все, чем больше приходится Чем больше приходится давать Получается поддержка Ну да, поддержка и какие Народ вроде есть Вот вы сказали, проблема в вратаре Тренеров вообще нет, вратари шикарные у нас сейчас Тренера по вратарям шикарные, тренера тоже Просто игроков шикарные, реально Даже московский клуб не может похвастаться По мне таким тренером-шикарным, что сейчас есть у нас У нас что проблема? Не с кем играть Детям я имею ввиду, тут есть лига своя Но там откровенно ребята Как бы уровнем слабее, чем у нас И еще проблема, что Как бы пока государство Не особо заинтересовано в хоккее Там нет такого, что приходит Ну каждый лед, это бешеные деньги на аренду И вот это вот Но предпосылки есть? Предпосылки есть, да Кто-то зажигается В любом случае тенденция положительная идет Вот эти два года, как Академия открытая Пока только рост И вроде как кто-то заинтересовывается Но пока, как говорится, крупную рыбу не поймали И ни в государстве, ни какого-то частного человека Да, это все спонсорская история Какие-то деньги нужно искать извне Вот у нас сейчас по детям планируется Хороший, хотим большой проект сделать Это суперсерия Россия-Канада То есть это, что раньше популярно было в СССР Когда Россия-Канада Мы сейчас из-за этих всех политических этих Не хотим, чтобы пока Ну и ледовый не подтянет Если сборная России мужская приедет А вот если приедет условно красная машина Условно 2015-16 год И мы привезем сборную Канад Так сказать, лучшие Канады И сыграть вот в Мирдефе Это вот сейчас наша чуть ли не цель номер один Условно там 9 мая Да, 9 мая сделать такую А ты любишь поджигать 1-9 мая сделать такую суперсерию Причем Канада готова Как бы Канада готова Мы сговорили с Канадским Они соберут лучших Ну не самых лучших, конечно Но соберут очень хорошую команду с Канады Вот если Роман Борисовичу будет интересно Тем более мы знаем, по-моему Его сын тренируется И играет в 2015-м или 2016-м, я не ошибаюсь В 2014-м году, вот пожалуйста Да, можем сделать очень крутую историю 2014-го года Красная машина против сборной Канады В Дубае Суперсерия, там до трех побед Мы все организуем Все как бы, я считаю В целом детская история Тут можно клубные всякие чемпионаты проводить Как раньше в России Приезжали при нас еще все страны мира Такие, ну, крутые турниры были Сейчас можно эту всю историю перенести в Дубае Проводить тут Международные Да, международные Естественно, с участием России Мы хотим, чтобы русские там дети Россияне играли против международных Все равно это нужно Как бы у нас и спорт Хакикей был на хорошем уровне в России Но нужно играть против Швеции Против Америки Против Канады Против Финляндии Потому что в любом случае Прогресс будет Когда играешь против других стран И смотришь, как у них развитие идет И все это можно осуществить Тут, в Дубае В принципе, инфраструктура Все позволяет, да Для взрослых команд Да, это недостаточно Нужна арена нормальная Но для детей вполне Вот эта арена Но здесь все необходимое Раздевалки Конечно, не Москва, не Питер Но вполне достойный Может принять любой уровень Детских соревнований тут Вот к этому стремимся Чтобы хотя бы детские турниры Тут проводить крутые Да С детским хоккеем Сибирским Все вроде более-менее понятно Давайте немножко про профессиональный Вашу топ-команду Верхнюю команду Пару слов, да Сразу Вот Рома Любимов приехал Но это громко Это и в России сразу все услышали Пару вводных условий Для профессиональных хоккеистов Вообще профессиональная команда Но первое Самое очевидное Зарплаты Условия И так далее Но вы уже упомянули, конечно Спасибо огромное Во-первых, Роме Да, что приехал Это очень украсило И нашу команду И вообще лигу Лига должна нам быть благодарна Я считаю За то, что Какого уровня хоккеиста Еще не было тут В Эмиратах Я считаю Да, приезжали именитые Но вот именно Хоккеист, который не заканчивал Профессиональную карьеру Который был один из лучших игроков Чемпионата Франции Который играл Там выиграл Кубок Франции Во Франции уровень достойный Там лучшие команды Могут и в КХЛ играть Ну ладно, Франция Там условно Три года, четыре года назад Там Роман в Эмхел играл Как бы О, да Да Там был у нас, конечно И Ну были игроки Там и с опытом КХЛ И даже с Эмхел Но такого масштаба не было Правда 32 года Это там не 39 То есть Еще вполне Он может играть И Очень Очень хорошее отношение к делу Да, благодаря Роману Интерес вызвал А так Профессиональную команду В двух словах Играем в Эмхел Называется Эйхел Там шесть команд Три команды с Дубая Две команды с Абудаби Одна с Аляйна В каждой есть Игроки Профессионалы Ну с бывшим каким-то опытом Кто-то действующие игроки Уровень достаточно хороший На самом деле Вот даже если у Рома спросить Нет такого Что он брал шайбу Там обхатывал Забивал Ну условно Две игры Два очка Вот сейчас Последняя игра Да, последняя игра У нас была У нас там сейчас Вот у нас Четыре игрока Дисквалицировали Одному дали Четыре игры Трем по одной То есть Это были драки Были порезы Коньком Мужская игра была Реально У нас там пять драк Если я не знаю Прям хорошие драки были Народ пришел Как бы вообще Хороший хоккей Позаплатом Мы не будем Все цифры разглашать Ну можно просто Вилку Да, проведем вилку Цены не такие Как там кто-то пишет Думает Какие-то тут бешеные деньги Платят Понятное дело Что там Благодаря нашему президенту Опять же Мы могли пригласить Романа Он там своей игрой заслужил Чтобы быть самым Высокоплачиваемым Враком лиги Я думаю Больше него вряд ли Кто-то получает Опять же Он привык к другим деньгам Тут не какие-то Космические деньги Для него платятся Но они самые большие в лиге Тут хороший социальный пакет дается То есть Тут есть квартира Для игроков Вот допустим Давайте пример Как хорош Хорошая квартира Там есть бассейн Там есть фитнес-зал Там есть сауна Машина Виза Вид на жительство на 2 года Да Порядка 300 тысяч рублей Страховка То есть Пакет хороший Вот прям Ну зарплаты я не думаю Что прям сильно будет отличаться От вышки 150 Это 250 300 400 Ну то что Вилка От 150 до 450 Да Может быть 500 может максимум достигать Я думаю 500 500 Полностью Ты упакован Да Вот это Вот это Хорошее Нет питания Как такового Вот мы там Готовим дом Условно Он показывал Что он там Шедевры делает Поэтому у него проблем С этим нет А так Кроме питания По сути Все вопросы Закрываются Машины Квартира И какой-то Виза Это Все тоже Очень недешево Тут Если там считать Квартиру Условно Там Надо один чек Нести Это около 2 миллионов рублей Да Машина Там тоже 2 миллиона Вот Год Да И виза Тоже Как я сказал Он в круг выходит На такой маленький бюджет Но не хотим Останавливаться На этой лиге Хотим двигаться Куда-то вперед Потому что Сейчас в планах Выиграть Если выиграем В этом году То будем стремиться В какие-то другие лиги Будем разговаривать Потому что Амбиции Очень хочется Коллаборировать с Россией Как мы сами Из России Очень хочется Как бы ОАЕ С России Сейчас И как бы Политическая такая Монера Что страны сближиваются Там Брикс На фоне Брикса Вот Возможно Вот Если было бы Допустим Молодежная хоккейная лига Интересная Мы могли бы подумать В будущем Заявить Начать Не из таких Прямо сразу КХЛ Или еще что-то Рубить Допустим Заявить свою команду Молодежную хоккейную лигу Есть стадионы Которые подойдут Под формат Не вот этот А в Аляне В Абу-Даби Есть стадионы Которые для МХЛ Точно подойдут Такие большие деньги Я думаю Бюджет около Двух миллионов долларов В принципе Его можно найти На сезон Я думаю Может и МХЛ Было бы интересно А им надо развиваться Как-то тоже Не только Россия Это все-таки Ближний Восток На Ближний Восток Пойти А за нами Подтянутся Я уверен И Катар И потом Интересно И Бахрейн Что-то думает И этот Весь Ближний Восток Подтянется За нами Если как бы Россия Сейчас До Сочи Вообще Два с половиной часа До Москвы Если сейчас Иран не облетать Если условно Нас в запад Дивизион запад Запад Запихнуть Там не так все Сложно будет До Москвы Да Сейчас там С этим В связи С Ираном Так 4 часа 4 с половиной Это Москве МХЛ Это реально Получается Что Следующий шаг Вы присматриваетесь Это Молодежный Может быть Там даже Чуть ступенька Пониже НМХЛ Ну это не хочется Сразу В плане логистики Наверное Команда МХЛБ Не позволит Себе Если мы будем Закрывать 50% Условно Затрат Команд Приезжающих В первый год То все равно Тяжело МХЛБ Потянуть Такие расходы МХЛА Бюджеты другие Я думаю Они бы съездили В Дубай Там 2 раза В сезон Если бы Как-то тоже Помогли Поэтому Хочется МХЛА А для взрослой Команды Я не знаю Можно на коллаборации С Казахстаном Какие-то рассмотреть Тоже логистика Там Алматы Астана Все очень Относительно рядом Плюс другие лиги Потому что Либо вообще Развивать Тут такие страны Как Катар Как Саудия Как Иран Все рядом Все очень масштабно Все интересное Все дружественные страны Вот эту историю Тоже можно проработать А вообще Идея Фикс Это в будущем Мне кажется Напрашивается Что это с БРИКС Потому что Это сейчас тенденция Развивается БРИКС Хоккей лиг Допустим Вот Понятное дело Что Аргентина Бразилия Это все Немножко далеко Но Она Должна ходить БРИКС В конце Должна ходить БРИКС Условно Иран Тут Россия Тоже Относительно Саудия Белоруссия Можно подключить Все Если Объединить Я считаю И политически И спортивно Это было бы круто Это масштабы Другие Это надо Чтобы заинтересовались Люди Там Тогда Все очень быстро Решится А так Если в нашем Плавать Я считаю МХЛ Это более чем Реально в перспективе Чуть ли не Один-два года Опять же Думаю Руководство МХЛ Было бы не против Иметь клуб В УАЕ Очень маркетинговая Крутая штука И Как бы А у нас Нам прикольно Что у нас есть Академия Понятное дело Что не такого уровня Как Академия Лучшая Академия России Но уже К нам приезжал Спартаковец Из Екатеринбурга Челябинск Трактор Приезжал Панарин Кстати Интервью записывал И У нас Была бы Вертикаль Прикольно Академия МХЛ И взрослая команда Вот Было бы Очень круто Я хочу узнать Про хоккей в Дубае Здесь я провожу Кэмп Небольшой Четырехдневный Кэмп Для хоккеистов Любителей И Детишек Из Академии Гэлакси Да и не только Давай быстрее Пару слов Расскажи Про Хоккей в Дубае Нравится тебе Гэлакси Заниматься Конечно Да Что самое сложное Не знаю Даже Здесь Самое сложное В Дубае Это Найти На каком этаже Мы занимаемся Почему Ну потому что Здесь Четыре этажа Попробуй найди Что для тебя Самое сложное Ну На льду Или как Ну и на льду И как Калаблики Калаблики Да Калаблики Прям калаблики А для тебя Для меня У меня самое сложное Это Делать лакрос Покажешь Что не на льду Лакрос Да Да Кто умеет лакрос Делать Я Ну все Я умею Да какой ты умеешь Что Бросок не умеет Я другого слышала Ну ты расскажи Давно вообще Хоккеем занимаешься Я Ну как сказать Как есть Ну примерно Два года Может больше Молодец Что для тебя Самое сложное Найти Хорошую Команду И хорошего Тренера Ну ты нашел Да Красавец Ну а для тебя Солнце Ветерное Что самое сложное Кататься Что самое сложное Шайбы кататься Шайбы кататься А ты давно Хоккеем занимаешься Время Два года Эй Почти Почти Такие два года Максимум Годи Так господа Ну давайте в конце ролика Поделюсь своими соображениями Прямо сидеть здесь В раздевалке Потому что выйти В маске На территорию комплекса Для меня здесь Это каждый раз Просто огромный подвиг Любительский хоккей В целом Меня не удивил Но и конечно Не расстроил Очень здорово Что он здесь есть Что он здесь развивается Если совсем просто То все То же самое Что у нас И в России Есть любительские лиги Есть любительские проблемы Хочешь приходи на игровую Хочешь плати абонемент Вступай в команду Плюс-минус Все то же самое Прямо вот такого эффекта Что я раскрыл рот И сказал Ого Как здесь у вас То такого эффекта Я не получил Детский хоккей Как вы заметили И огромное конечно Здесь спасибо ребятам Потому что они По большому счету В Дубае Единственные кто Детский хоккей развивает А это уж Поверьте Ноша Она нелегкая Пожалуй главное Вот что Именно мне Не то что резануло А немножко Я был к этому не готов И по ходу кемпов То что да Действительно Так как народу На сегодняшний день Ну массово Да глобально Его не так много И это именно Деление по группам То есть в одной группе У тебя могут оказаться Хоккеисты Семи лет И например Одиннадцати лет И ты должен Выстроить программу Свою тренировочную Таким образом Чтобы Все Получили от этой тренировки Плюс Чтобы все стали Сильнее Вот это такая Особенность Которую надо здесь Учитывать Но опять же Всему время Дорогу осилит идущий И я пожелаю ребятам Чтобы В скором времени Через сезон Два У них было Еще больше детей И тогда конечно Здесь Деление по группам Я уверен Будет Немножко иначе Также Об этом не было Сказано в видео Скажем так Такая вещь Которую хоккей сопровождает И это Вопросы судейства Когда Я наблюдал За первым матчем За матчем Открытия Медийной хоккейной лиги Да и в целом По ходу этих Пяти дней Разговаривал Со множеством Хоккеистов Любителей Вот Если говорить О проблемах То мне Кажется Точнее у меня Сложилось Такое впечатление Что именно Проблемы с судьями Здесь Есть Судят Пока именно то Что я видел Молодые ребята Есть и местные Судьи Но На сегодняшний день Их квалификация Оставляет Желать лучшего Я не знаю Если здесь Федерация хоккея Но она точно есть Занимается ли она Вопросами Судей Здесь В лишний раз Я Убедился в том Что у нас В России И я не шучу Действительно Одни Из лучших Судей В мире Но давайте Сразу только Бескрайностей Потому что здесь Около Семи Десяти Судей Судя по разговорам С ребятами Какой я Делал вывод И повторюсь Им Свою квалификацию Надо повышать Вот Поэтому Вот такой Мой вывод По хоккей В Дубае Я надеюсь Что у ребят Получится Планы у них Конечно Амбициозные Здесь свои законы Здесь свой мир Который Объективно Я Плохо понимаю В плане Выстраивания Взаимоотношений С федерациями С партнерами С бизнесом А все-таки Дубай Он у нас Напрямую Ассоциируется С экономикой С деньгами Здесь Денег много И как Они здесь Коммуницируют Пока Для меня Это большая загадка Но честно говоря Я и не пытался В этом разобраться Просто надеюсь Что Найдется бизнес Найдутся партнеры Которые будут Их поддерживать И их Амбициозные планы Воплощать в жизнь Потому что здесь Только на своих Плечах Конечно Такое Реализовать Уже Сложновато Нужна поддержка Нужно Надежное Плечо Рядышком Кто Тебе Его Поставит Вот такие Мои мысли По местному Хоккею Ну что На этом Все Попрощаюсь С вами Тоже На улице Солнышко Я вам в этом выпуске Показал Мало Хоть здесь И очень Жарко Так как Хоккей Проходит на Крытых Стадионах Крытые Стадионы Здесь есть Да и вообще В целом Постарался Вам показать И рассказать Коротко И тезисно Все основные Моменты Связанные С хоккеем В Дубае Я надеюсь Это видео Вам понравилось Поэтому буду Благодарен Если вы Поддержите Его Лайком И Каким Приятным Комментарием И конечно Отдельно Спасибо Ребятам Из хоккейной Академии Гэлакси За то Что Привезли Меня сюда Помогли Организовать Мастер-класс И всячески Здесь Сопровождали На протяжении Этих Пяти Дней Еще Увидимся Хоккей в сердце